Ущерб жилищно-коммунальному хозяйству Приморья от нашумевшего Лайон-Рока уже сейчас составляет сотни миллионов рублей. Такие астрономические цифры тяжело представить, пока не увидишь все своими глазами. Жители Чугуевки одними из первых ощутили мощь стихии и о бедствиях, вызванных ненастьем, знают не понаслышке. Многие своими силами и средствами, кто как может, помогают другим жителям окрестных деревень и сел. Подъехали ребята с Яковлевки. Их было семь человек, две девушки и пять парней. Тоже привезли гуманитарную помощь в Верха. Мы ее вместе дождались. Машин, техники, на себе все это носили, поторвали спины, попростыли под дождем. Ну вот было очень странно, сотрудники ППС, которые охраняют эту переправу, даже не вышли, не помогли девчонкам ни одного мешка закинуть. Во все городские округа и районы Приморья, в том числе и в Чугуевку, отправились многочисленные активисты и волонтеры. Большой проблемой стало разрушение Извилинского моста, который соединял близлежащие деревни с внешним миром. Активисты своими силами, частники, те у кого есть техника, наладили переправу, настелили деревянные помосты для того, чтобы машины могли проехать, но там ограничение до двух тонн. Поначалу пускали только пешком, поэтому волонтеры перетаскивали пешком туда, на другую сторону продовольствие, медикаменты, вещи. Несмотря на серьезные трудности, с которыми приходится сталкиваться чрезвычайным службам, помощь в ликвидации последствий тайфуна предложила Корейская Народная Демократическая Республика. В департаменте МИДа Северной Кореи заявили, что уже сейчас готовы отправить трудовые бригады для устранения причиненного стихии ущерба. А пока неравнодушные жители Приморья в пострадавших районах справляются, что называется, как могут. Вообще, как бы, люди вообще с пониманием. Детишки, мамы бегут, памперсы, смесь. Не как памперсы, смесь. Девчонки, смесь. Все это прям, вот я вот смотрела на все это, и у меня слезы в глазах стояли. В настоящий момент и чрезвычайные службы, и представители общественных организаций наравне с обычными гражданами края трудятся вместе на участках, ощутивших удар тайфуна сильнее всего. На зов о помощи откликнулись и муниципальные службы занятости. Так в настоящее время рассматривается возможность участия неработающих граждан во временных работах по восстановлению разрушенных непогодой объектов. Это хоть и капля в море, но общими усилиями жители края снова смогут назвать разрушенные деревни и поселки своим домом. Евгений Черемухин, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.